Донская красавица Донская регата, хор турецкого и карнавал колясок. Ростов отметил день рождения. Поезд будущего прибыл на конечную. Наша молодежь сегодня восприняла это с большой душой, сердцем. Первый домашний разгром. Ростов станет сотрудничать с Волгоградом, белорусским Гомелем и Глазго. Дружба между Ростовом и крупнейшим городом Шотландии берет свое начало в 1986 году. Она охватывает сферы экономики, политики, а также внешних связей. Теперь утвердили план взаимодействия на ближайшие два года. Ростов прекрасный город, здесь прекрасные люди. Мы надеемся продолжать дружеские связи и строить партнерские отношения на долгие годы вперед. Ростов и Волгоград – это мощные научные базы России. Географические города находятся рядом, поэтому планируется сотрудничество в области экономики, образования, культуры, а также обмен преподавательским составом. У нас объединяет общая культурная ценность как казачий округа, то есть Донской, Волгодонской. Также большое идет продвижение по экономической, поскольку строительство идет на территории города Ростова новых производственных объединений, а также в Волгограде – модернизация современных производств. Между Республикой Беларусь и Ростовской областью будут организованы взаимные поставки сельскохозяйственной дорожно-строительной техники, а также сельхозпродукции. Получив внушительную поддержку, Ростов с головой окунулся в торжества. На дне города в субботу и воскресенье работали наши корреспонденты. Они побывали на самых ярких площадках праздника и готовы рассказать нам, как и где это было. Елена, вам слово. Помимо официального приема в Дон-Плазе, делегатов из 12 городов-побратимов ждал сюрприз в Покровском сквере. Администрация города там организовала фотовыставку, кстати, очень познавательную для всех. Я, например, до этого не представляла, что у нас так много городов-побратимов, и их география охватывает почти все континенты. Итак, в субботу на аллеях Покровского сквера на фотоснимках можно было увидеть все города-побратимы Ростова-на-Дону, а также их главные достопримечательности. 80 мольбертов с видами Лимана, Глазго, Минска, Плевина, Дортмунда, Волгограда и многих других. Фотовыставка действительно привлекла много посетителей. А к следующему юбилейному дню рождения нашего города администрация пообещала изготовить мини-памятники в честь городов-побратимов. Город хорошеет потихоньку. Нам, конечно, хотелось бы, чтобы эти процессы шли быстрее. Ну и тем не менее, приезд сюда, что многочисленная делегация говорит о том, что нас любят, ценят, уважают, знают город Ростов за пределами. И ничего в нашей жизни не изменилось. Мы как дружили, так и будем дружить. В субботу я также успела побывать на набережной. Там развернулись основные дневные народные гуляния. Праздник Ростов многонациональный. Колориты традиции Дона посетителям продемонстрировали представители 20 национально-культурных объединений и донские казаки. Украинцы, греки, евреи, азербайджанцы на несколько часов превратили береговую улицу в один общий танец. Сюда же, кстати, заглянули и гости из городов-побратимов. Их встречали хлебом и солью, а также угощали всевозможными национальными блюдами. Вообще, здесь можно было посмотреть не только творческие номера или поесть блюда национальной кухни, но самое главное – приобщиться к доброму отношению друг к другу. Ведь в Донской столице сегодня проживает свыше 150 национальностей. Народ, много национальностей. Интереснее жить, потому что все разные, и знакомиться, узнавать. Но это только то, что можно было увидеть на самой набережной от Богатяновского спуска до Бденовского. А зрелища хватало и на самой реке Дон. Но об этом лучше расскажет моя коллега. Да, действительно, у ростовчан, которые решили провести свой субботний день на набережной, просто разбегались глаза. Столько всего интересного можно было увидеть. Например, в полдень на реке появилась парусная регата. Более 30 парусников прошли по Дону. Отдельной группой ближе к берегу держались юные спортсмены, которые соревновались на юношеских парусных судах. Тишину и романтику регаты прервали драконы. Соревнования по гребле на лодках с головами мифических животных сопровождались барабаном, задающим ритм. За первенство бороли студенты ведущих вузов РГСУ, ДГТУ и ЮФУ. Команду победителей спортсменов ЮФУ поздравил министр спорта Ростовской области. А вот на Большой Садовой в 5 часов вечера субботы тема карнавала развернулась по полной. Настоящее карнавальное шествие такого яркого и масштабного зрелища Ростов еще не видел. Участниками шествия стали оркестры, лучшие творческие коллективы города, спортсмены, представители вузов, военно-патриотических клубов. Шли они от проспекта Соколова до театральной площади, где все это красочное действие совершилось флешмобом. Сотни людей выстроились в живое слово «Ростов» и спели песню «Ростов-город, Ростов-дон». После этого на театральной площади песни и музыка уже не прекращали звучать до 11 часов вечера. Все внимание было приковано к главной сцене города. Горожане уже назвали 260-летие Ростова самым ярким и крутым событием последних 10 лет. Субботним вечером на театральной площади собралось почти 100 тысяч жителей и гостей столицы Юга. С праздником любимый город поздравили знаменитые ростовчане и звезды шоу-бизнеса. Были в этом году у Дня города и свои фишки, которые ростовчанам очень понравились. Хор турецкого, который с помощью интернет-голосования выбрали сами ростовчане, приехал на День города с необычным подарком – народным караоке. Это караоке номер один в стране. Мы будем петь вместе. Это нас объединит. Это даст нам супер настроение. Левый берег Дона, Катюша, Старый Клен и еще два десятка любимых песен исполнил 100-тысячный народный хор. Эмоции переполняли даже тех, кто пришел на концерт за совершенно другой музыкой. Нам очень нравится. Мы пришли послушать. Конечно, мы в первую очередь на басту пришли послушать. Но то, что мы сейчас видим, мы в восторге. Мы в восторге. Мы никогда этого не видели. И нам очень нравится. Я думаю, что мы обязательно пойдем на концерт. И поехали, надежда все! Надежда! Наш компас! Наш компас земной, А удача, награда, А смелость А песни Довольно той, Чтоб только Подпевали все, даже первые лица региона и ведущие. Виктория Лупырева, посол Ростова на чемпионате мира по футболу, и Дмитрий Дебров, который в последнее время на родине частый гость. Это такое счастье родиться в Ростове. Я, как человек, 30 лет проживший на чужбине, это ощущаю каждый день. В финале на главную сцену города вышли звезды донского спорта, гонболистки Ростов-Дона, обладательницы Суперкубка России и поздравили ростовчан. Главы города и области тоже сказали Ростову и его жителям много теплых слов и дали старт огненному шоу. Впереди очень много интересных дел. Знаю только одно, что сделать город еще лучше и комфортнее можно только тогда, когда мы это делаем вместе. Это единственный правильный путь. Ростов, днем города, ура! Правда, красочный фейерверк поставил точку только в первой части вечера. Кульминацией праздника стало выступление Басты. Когда был еще маленьким, приходил сюда и мечтал, что когда-нибудь поедем здесь на своих землях. Это большая честь и большая награда. Спасибо! С праздником! Утром воскресенья после пышного и громкого празднования города Фонтанная площадь наполнилась детским смехом. Неизменно девятый год подряд Ростов проводит праздник Бала Семьи, собирая с каждым годом все больше участников. Молодые семьи приняли участие в различных конкурсах, где нужно было показать то или иное мастерство. Например, в конкурсе «Карнавал колясок» родителям в буквальном смысле нужно было перевоплотить четырехколесный экипаж в нечто сказочное. Заодно перевоплощали и своих детей. В итоге у некоторых получились картошка фри из Макдональдса, персонажи из популярного сериала «Симпсоны» и «Маленькая волшебница». Я шила, это костюм «Малефисенты». Будущие мамы также приняли участие в конкурсах красоты. В этом году появилось и совершенно новое соревнование «Яблочко от яблони», где жюри оценивало сходство костюмов малышей и родителей. Этот праздник объединяет всех тех, которыми движет добро, любовь, а в итоге созидание. А мы со своей стороны хотим сделать все, мы, это администрация города, мы хотим сделать со своей стороны все, чтобы жизнь в городе становилась комфортнее. В воскресенье я продолжила путешествовать по точкам притяжения детей и их родителей. И скажу вам, что праздник забрался и в ростовский зоопарк, даже в вольеры к животным. В ростовском зоопарке заложили аллею влюбленных. Березы теперь украсят зоосад. Красную ленту торжественно перерезали сотрудники зоопарка вместе с главой администрации Сергеем Горбанем. После чего первые по ней прошли молодожены. В это же время в Зимнем Славновнике можно было посетить экспозицию экзотерика и увидеть различных сверчков, паучков, шиншилл и других редких видов насекомых. Правда, больше всего повезло Сергею Горбаню, который смог поближе познакомиться с местными обитателями. Ему официально представили большую редкость и гордость нашего зоосада, нового члена семьи колобусов, одномесячного гремлина. А вся остальная территория самого большого в Европе зоопарка в это воскресенье превратилась в праздничную сцену. Посетители увидели выступления лучших ростовских коллективов, поучаствовали в мастер-классах народного ремесла, конкурсах, играх и викторинах. С праздником вас всех! Всего вам самого наилучшего! Ну и я надеюсь на то, что нам повезло, у нас в городе есть прекрасное место, зоопарк. Очень мало городов, где есть такое чудо. Поэтому будем делать все для того, чтобы здесь становилось каждым разом лучше, лучше и лучше. Было очень весело и многолюдно, погода отличная. Но вот лично меня больше всего порадовал новый вольер уссурийского тигра Устина, который я наконец увидела. Новые владения большой кошки в два раза больше прежнего дома. Вместо решеток у него стеклянное горождение, так что теперь его можно видеть во всей красе. Ну а тигр вольяжно наблюдал за праздником вокруг себя. Среди праздничных воскресных мероприятий нашлось место не только тигру, но и юмору. Не верите? Я вам сейчас больше расскажу. Впервые за хорошие шутки молодых КВНщиков могли взять на работу в мэрию. Фестиваль команд КВН на кубок главы администрации города прошел в конгресс-поле ДГТУ в воскресенье. Там встретились 9 команд из ростовских вузов. Веселым и находчивым дал старт лично Сергей Горбань. У нас в журе сидят уважаемые люди, депутат, сидит в кадрове группы Падемии, мой заместитель. Вот команда, которая выиграет. Команда, которая выиграет против них право и конкурсного устройства для работы в администрации города. После такого заявления КВНщики приободрились и шутили изо всех сил. Одобрение жюри услышали многие ребята, но кубок достался только одной команде. Слышно, Айя. И, наконец, вечер воскресенья и второй день дня города закончился на улице Малиновского возле Золотого Вавилона своеобразным ретро-концертом. Его песни получили известность еще в 70-х годах, но это совсем не мешало молодежи петь хиты вместе со звездой. С Днем города ростовчан поздравил энергичный и обаятельный итальянец Пупа. Вот такой был у нас 266-й день рождения города Ростова. Веселый, разнообразный и масштабный. У нас на этом все. А вам, Артем, где больше всего понравилось? Фейерверк на Театральной площади был хорош. После праздника, к рабочим будням, начало трудового дня в 9 часов утра отрицательно влияет на работоспособность и общее состояние здоровья людей, утверждают ученые из Оксфорда. Ранний подъем не совпадает с биологическими ритмами организма, что и приводит к худшению самочувствия и уменьшению продолжительности жизни у работающих людей. Раньше начинает болеть сердце, хуже обстоят дела с почками и эндокринной системой. Ученые настоятельно рекомендуют руководителям установить начало рабочего дня в 10 утра, сравнивая трудовой график с 9 до 18 часов с одной из самых изощренных пыток лишением сна. Что думает по этому поводу Ростов-на-Дону? Я считаю, что нужно раньше ложиться спать. Это биологический биоритм человека. Он настроен больше на раннее засыпание и на раннее просыпание. Мне кажется, что это правильно. Но вообще я сейчас в декрете по поводу работы не могу посоветовать ничего. Лучше все ставить на своих местах. С 9 до 5 до 6, но не с 10, не до 7, не до 8. Лучше с утра все. Других вариантов, к сожалению, нет. И школу тоже не вариант передвигать с 10. Все с 8, с 9. Вечер должен быть свободным. Мне кажется, раньше сядешь, раньше выйдешь. Извиняюсь, что так. Ну, оно так и есть. Я сам раннее люблю от меня часы. Я открываюсь рано. Я вообще всем открываюсь полсеку. Как проснулся, так и пошел. Большая часть людей уже привыкла работать так. Да, и, наверное, с нашими часовыми поясами так будет удобнее. Выспаться никто никогда не высыпается. Не знаю, но это бессмысленно, мне кажется. Я полностью с ними согласен. Потому что я бы по себе, судя, я бы вставал, допустим, позже, зато высыпался и был бы бодрым на работе. И, соответственно, можно продлить чуть-чуть время самой работы до 7 часов. А так в обед, конечно, хочется поспать, когда рано просыпаешься. В большинстве стран Европы, как и в России, рабочий день начинается с 8 или 9 утра. Особняком стоит Италия, где сотрудники приходят на работу к 10. А в понедельник рабочий день итальянца начинается в 15.00. Размеренный образ жизни никак не влияет на эффективность труда, а здоровье прибавляет. Кстати, средняя продолжительность жизни в Италии 85 лет, тогда как в России 65 на 20 лет меньше. Возможно, из-за напряжения на работе. Кстати, это уже повод для новых исследований. Екатерина Лободина, Андрей Токарев. На Дону. На Дону подведены итоги акции «Кто голосует, тот выигрывает». Участники размещали свои фотографии в социальных сетях с призывами приходить на выборы, а также свои фото возле избирательных участков в день голосования. Всего в акции приняли участие больше полутора тысяч человек. Среди них с помощью генератора случайных чисел вечером 13 сентября были разыграны 4 айфона 6 модели и 4 айпэда. Прямую трансляцию ввел наш телеканал. Мы огромное количество молодежи вовлекли в мобилизацию, в том числе и в день выборов. И они не поленились сделать фотографии, прийти, проголосовать, просто пригласить своих друзей. В пятницу в здании правительства области молодежный парламент собрал восьмерых победителей акции и вручил им призы. Примечательно, на выборы губернатора Ростовской области в этом году впервые пришли и отдали свой голос 60 тысяч молодых людей. Поезд будущего прибыл на конечную станцию. Напомню, 2 сентября необычный состав начал свое движение в селе Песчанокопском. Побывал в Батайске, Миллерово, Волгодонске и Шахтах. Его пассажирами стали больше трех тысяч человек. Это почетные граждане разных населенных пунктов, участники и победители областных конкурсов, творческие коллективы и волонтеры. Делая остановки в городах области, активисты бесплатно давали юридические консультации, предлагали принять участие в программах донорства крови или написать пожелания на открытках будущему поколению. И как раз то, что наша молодежь сегодня восприняла это с большой душой, сердцем. И мы понимаем, что та работа, которая проведена сегодня в Ростовской области, она обещает большое будущее для нашей жизни, на нашей земле прекрасной, в России, нашей Ростовской области. И я благодарен то, что сегодня подведены итоги этой работы. Молодежная акция «Поезд будущего» дала старт сбору информации для издания, в которые войдут статьи, посвященные почетным гражданам всего региона, специально для создания книги. На каждой станции работала площадка, где жители могли рассказать о знаменитом человеке, месте или здании в их селе или районе, а также побеседовать с почетными гражданами. Вольер с тренажерами для собак сделали в Александровском парке в шахтах. На месте, где когда-то проходили выставки животных, появилась площадка размером 2500 квадратных метров. О других событиях области сообщение с мест. В Новочеркасске музей истории донского казачества на время превратился в парк юрского периода. Экспозиция гостей из прошлого показывает посетителям эволюционный процесс по Дарвину. А вот перед нами голова самого большого на сегодняшний день известного тираннозавра Рекса. Каждый экспонат снабжен подробной аннотацией. В некоторых городах учителя биологии используют эту выставку в качестве факультативного урока. По сути это лекции, вот опять же по гипотезе эволюции. То есть научный подход, к которому мы придерживаемся. Помимо увлекательного путешествия в прошлое, на выставке можно научиться рисовать динозавров и вообразить себя археологом, обнаружившим останки древних животных. Жители Зверева присоединились к масштабному спортивному мероприятию – Всероссийскому дню бега. За бегой разделялись на группы, в каждой из которых определялся самый быстрый и выносливый. В завершении праздника судейская коллегия вручила Кубки победителей. Организаторы уверены, что с каждым годом количество участников забега будет увеличиваться. Каменск-Шахтинский, так же как и Ростов, на этих выходных отметил день рождения. Торжественным шествием прошли представители городской администрации, творческие коллективы и юные спортсмены. Открылись праздничные выставки цветов и декоративно-прикладного искусства. На набережной можно было наблюдать за водно-моторным парадом и показательными выступлениями спасателей. День рождения города завершился праздничным концертом и красочным салютом. С днем рождения, Гаменс! На Дону в дебютной игре нового гонбольного сезона подопечные Яна Лесли не оставили шанса в команде Агу-Адеев из Майкопа. Мяч в воротах гостей зрители Дворца спорта увидели уже на третьей минуте. Новичок Ростов-Дона Екатерина Давыденко была точна с 7-метровой отметки и открыла счет. В итоге она отличилась 7 раз и стала лучшим бомбардиром противостояния. После первого получаса игры в 19-18 в пользу чемпиона России гонбольного Ростов-Дона. В первом тайме у нас не было должного уровня концентрации в защите, а во втором в обороне мы играли куда лучше. Во втором тайме лишь 4 пропущенных мяча при 23 забитых. Итоговый счет 42-12. Теперь чемпион страны Ростов-Дон отправится в Ставрополь, где сразится с местными армейцами 24 сентября. Завтра в Ростове пройдет акция «День без автомобиля». Всем участникам придется добираться на работу и учебу с помощью велосипеда, общественного транспорта или пешком. Впервые акция прошла во Франции 17 лет назад. Тогда в ней приняли участие около 20 городов. На сегодня это все новости. В студии был Артем Тарасов. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин